Вот мы с детства, нас растили в духе того, что у нас в народе нет уважаемых или неуважаемых тейпов. Нас всегда воспитывали так, что у нас все тейпы равны. А уважаемыми могут быть только отдельные личности и их семьи, благодаря этим личностям. И как теперь нам в наших головах поженить вот эти две противоречащие друг другу информации, которые приходят с ЧГТРК «Грязный». Итак, мы ждем от вас два материала. Расскажите нам про уважаемые и неуважаемые чеченские тейпы. И расскажите нам, как нам все-таки воспринять вот эту информацию, прийти к чему-то, к какому-то правильному выводу из вот этих двух противоречащих друг другу материалов на ЧГТРК «Грязный». Мы очень ждем. 10 мая на ЧГТРК «Грязный» вышел репортаж о трагических событиях. Он так и называется. Как вы знаете, 10 мая в Кадыровской Чечне этот день объявлен днем траура, так как они не могли объявить 9 мая, день гибели Ахмата Кадырова, так как является праздником, разумеется. Делать в этот день нужно праздновать, радоваться и объявлять этот день трауром нельзя. А вот 10 мая поэтому был объявлен днем траура. И они прибегли к такой хитрости, что якобы мы 23 февраля день высылки чеченского и ингушского народов. Мы в этот день тоже в России праздник, мы поэтому в этот день не можем горевать. Мы вот сделаем 10 мая таким днем и все якобы трагические какие-то события, которые происходили с нашим народом, мы вот все это будем как-то в этот день вспоминать. И вот 10 мая на ЧГТРК Грязный вышел этот репортаж о трагических событиях. Я посмотрел все 40 с лишним минут, я поздравляю с этим ЧГТРК, вы заставили меня посмотреть ваш репортаж целиком. И кое-что в этом репортаже резануло мне слух, как будто Логан своими лезвиями из фильма Люди Икс прочесал этими лезвиями по моим переконкам, я обратил внимание вот на эти слова. Так своим талантом Макка Занзареева, помимо того, что помогла своим родным и близким, смогла добиться в народе большого уважения, признания и доверия. Настолько, что за ее единственного сына по ее первой просьбе выдали девушку из уважаемого тейпа, считая за честь родство с Маккой. Здесь рассказывается о девушке, чеченской девушке по имени Макка Занзареева, что она якобы очень хорошо играла на гармонии, танцевала, присутствовала в каких-то лозерах, была очень уважаема и любима в нашем народе. И благодаря этому за нее, значит, замуж выдали девушку из уважаемого чеченского тейпа. У меня вопрос к вам, дорогие ЧГТРКшники. А назовите нам, пожалуйста, неуважаемый чеченский тейп или тейпы. Если есть, как вы говорите, уважаемый чеченский тейп, значит, должны быть и неуважаемые. Назовите нам по названиям, прям, имена этих тейпов, назовите, чтобы, прежде всего, представители этих тейпов знали, что они, оказывается, у нас в народе неуважаемые. А если вы скажете, что нет, 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 все у нас тейпы, они одинаково уважаемые, но есть более уважаемые, тогда, опять-таки, назовите нам, пожалуйста, эти более уважаемые тейпы чеченские, чтобы остальные знали, что они являются менее уважаемыми в нашем народе. Что это за бред такой вы несете? С каких пор в нашем народе появились уважаемые тейпы и неуважаемые? Вот мы с детства, нас растили в духе того, что у нас в народе нет уважаемых или неуважаемых тейпов. Нас всегда, нас воспитывали так, что у нас все тейпы, они равны. А уважаемыми могут быть только отдельные личности и их семьи, благодаря этим личностям. То есть может как-то почитаться конкретная семья. Почитаться она может в своем населенном пункте, среди своего тейпа, в конце концов, среди народа чеченского может проявляться некое почтение. Конкретной семье из-за конкретного человека. Я даже приведу пример. Юсуф Тимирхан. Благодаря подвигу этого героя, этого милого Всевышнего Аллаха, его семья будет у нас уважаема. Породнение с этой семьей будет считаться у нас почтенным. Но это никак не будет касаться тейпа и так далее. И не сделает подвиг одного человека какой-либо тейп в нашем обществе более уважаемым, чем остальные тейпы. Я призываю ЧКТРКшников, если вы все же утверждаете, что у нас в народе есть некое деление на уважаемые и неуважаемые тейпы, то предоставьте нам, пожалуйста, вот этот топ уважаемых чеченских тейпов по версии ЧКТРК грязной. Мы будем очень ждать такого топа от вас. Я вообще хочу обратить внимание на и этот репортаж, и еще на один, который я вам сейчас покажу. Здесь вообще идет речь о преступлениях России, Советского Союза по отношению к чеченскому народу. И это достаточно странно вообще наблюдать на ЧКТРК, такие репортажи. В конкретном, вот в этом репортаже о 10 мая, 40 с лишним минут, там рассказываются исключительные истории из высылки 44-го года. То есть это преступление Советского Союза по отношению к нашему народу. Но есть еще один репортаж на ЧКТРК, где рассказывается уже о российско-чеченской войне. Вот небольшой отрывок из этого репортажа. Но почувствовать боль женщины, которая в это утро наткнулась на тела убитых двух сыновей и мужа, лежавших крепко сомкнув обятие, просто невозможно, не укладывается в голове. Здесь женщина рассказывает о том, как российские солдаты убили ни в чем не повинных мирных жителей ее мужа и ее двоих сыновей. И это действительно очень душераздирающие истории. Но они не состыковываются с другой информацией, которую на протяжении долгих лет вливают в наши уши журналисты, я прошу прощения перед журналистами, что я так назвал, журналисты ЧКТРК. Вот, например, совсем недавно министр по национальной политике, информации, печати и так далее, Ахмед Дудаев, который по рангу вроде выше директора ЧКТРК «Грязный», как раз в эфире вашего телеканала рассказывал про плохой Запад, который все это время нам вредил, солил и выставлял нас террористами и так далее. Вот отрывок из этого его разговора. Участие в данной спецоперации позволило нам, чеченцам и всем национальностям, которые проживают на территории Чеченской Республики, сбросить и освободиться от множества ярлыков, которые были навешаны на нас. Опять же, вот этой западной пропагандой, когда нас пытались выставить террористами, когда пытались всему миру сказать, транслировать информацию, что якобы мы на кого-то нападали, что мы бандиты. Чеченцы никогда не были бандитами. Ну вот в этих своих репортажах трагическом про Российско-Чеченскую войну, вы там не говорите, что это Запад вломился в наши дома 23 февраля 1944 года, отправил нас в степи Невады, пустыни Невады, Техаса, что это вот западные войска нас убивали во время Российско-Чеченской войны, что это западные танки, западные самолеты нас бомбили, что это западные солдаты убили мужа и двоих сыновей этой женщины. Вы здесь не говорите. И более того, эта женщина в этом своем репортаже, кстати, я рекомендую посмотреть рассказ этой женщины, вы найдете его у меня в телеграм-канале, ссылка будет здесь в описании, переходите, это небольшой материал, там менее пяти минут. Эта женщина рассказывает о том, как был убит ее муж и двое ее сыновей. Так вот, здесь она как раз отчетливо произносит все, что говорили солдаты на русском языке. То есть это не были западные солдаты, это не были войска НАТО, Соединенных Штатов Америки, это были российские солдаты. Эта Россия убивала ни в чем не повинных мирных чеченцев, да и не только чеченцев. Эта Россия утюжила наши города, наши населенные пункты. Это советские солдаты нас высылали. И как теперь нам в наших головах поженить вот эти две противоречащие друг другу информации, которые приходят с ЧГТРК грязной. Здесь вы делаете репортажи, рассказываете нам про плохие страны Запада, которые постоянно нас угнетали, и из нас делали террористов, и мы теперь благодаря военной спецоперации в Украине наконец тебя скинули. Это клише. А здесь вы рассказываете нам про плохие власти Советского Союза, про плохих россиян, солдат российских, которые убивали и высылали ни в чем не повинных чеченцев. Нам теперь нужна инструкция по тому, как поженить вот эти две информации. Пожалуйста, сделайте отдельный материал для своих слушателей, для своих зрителей. Расскажите, что делать с этой информацией, как это состыкуется, кто все-таки нас убивал, кто является для нас врагом, а кто для нас врагом не является, кто никогда не пролил ни капли чеченской крови. Надо это все-таки как-то разъяснить. Итак, мы ждем от вас два материала. Расскажите нам про уважаемые и неуважаемые чеченские тайпы, и расскажите нам, как нам все-таки воспринять вот эту информацию, прийти к чему-то, к какому-то правильному выводу из этих двух противоречащих друг другу материалов на человека, как грязный. Мы его очень ждем. Субтитры создавал DimaTorzok